Юрий Хованский, российский видеоблогер Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский Стример Я буду побеждать силой молитвы Рэп-исполнитель Батюш-дой Комик Водка-продукт хронических алкоголиков, оставьте водку им, засуньте свой шарик себе в задницу Режиссер и сценарист Смертельное оружие Провокатор Пророк, брошюра, крекер Крен Рефрактор Руль Квартира Хованский уже давно ведет карьеру на ютуб За это время он успел набрать большое количество подписчиков И запомниться зрителям, проявив себя в разных областях Как блогер и музыкальный исполнитель, Хованский крайне плодотворен Во многом именно это помогло ему обрести большую популярность Однако за свои резкие высказывания Хованский подвергался критике со стороны подписчиков у медийных личностей Чаще, чем слышал похвалу Ты же практически всех ненавидишь и тебя практически все ненавидят Несмотря на открытость и прямолинейность, Хованского можно назвать замкнутым человеком Он с легкостью высказывает мнение на популярные обсуждаемые темы, но неохотно делится собственными переживаниями и часто прячет эмоции за ироничными шутками Это Бубович Ментал ТВ? Да, вроде да Я его в друзья добавил, написал ему, что угодно проси, там репосты, это никогда меня не разбирай, очень боюсь его Я никого так в интернете не боюсь, ментал ТВ, все, боюсь Завтра придет ментал ТВ, скажет, блять, это целуй пипиську или разоблачение Я подумаю Договориться с Юрием мне не удалось, поэтому разбор все-таки выйдет Что же скрывает Юрий Хованский? Действительно ли он всегда на 100% открыт зрителю? В этом видео я составлю его психологический портрет, разберу, как Юрий Хованский защищается от внешнего мира и как его изменила тюрьма А также узнаю, чему мы можем научиться у Хованского Знакомы ли вам ощущения, что утром встаете разбитыми, словно вообще не выспались? Тревожно спите и часто просыпаетесь, испытываете бессонницу из-за того, что сталкиваетесь с большим количеством стресса в течение дня Если подобные состояния для вас являются не редким случаем, а систематичные истории, то искренне могу вас понять В наше время довольно тяжело нормально спать, и чтобы как-то облегчить засыпание, я начал искать способы, как же это исправить И, похоже, нашел вариант В общем, так как сам уже пользуюсь, хочу порекомендовать вам одну крутую штуку Sleep Deep от Noteria Labs Это известный комплекс, который нацелен на улучшение качества сна и снижение тревожности Это, кстати, если что не снотворное Он не заставляет организм резко заснуть, а именно обеспечит качественный сон, в котором мы все так сейчас нуждаемся Кажется, вы в курсе, что самым главным для меня всегда являются детали, а именно состав Тут вообще все в порядке 5-HTP естественным образом помогает организму вырабатывать мелатонин Не вызывает привыкания Но, как по мне, чтобы нормально спалось, одного мелатонина явно недостаточно Тут очень правильно будет убрать еще и тревогу, чтобы комплексно подготовить организм ко сну Для этого в добавке есть еще три других компонента Безглицинат магния в высокой концентрации Нормализует работу нервной системы и снижает уровень тревожности Очень круто, что тут уже содержатся полноценные дозировки То есть закинул четыре капсулы за пару часов до сна и все окей Подобных продуктов сейчас крайне мало, кстати Эффект от Sleep Deep я ощутил уже в течение первой недели Выгоднее всего будет взять Sleep Deep именно на сайте у производителя Это удобно, плюс там всегда выгодные цены и проводятся акции на этот и другие продукты Для вас у меня также есть промокод MENTAL с дополнительной скидкой 10% Он действует на весь ассортимент продукции Чтобы приобрести товары вместе с этой скидкой, достаточно лишь перейти по ссылке в описании, которую я оставил Юрий Хованский родился в городе Никольск, Пензенской области С детства увлекался музыкой и компьютерными играми После окончания школы Юрий сменил несколько учебных заведений В итоге окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет с отличием Но работа по специальности его не устраивала Уже тогда Хованскому было важно заниматься тем, что он хочет Тем, что будет доставлять удовольствие Проработав на разных специальностях, он начал карьеру видеоблогера Карьера Хованского в интернете никогда не была стабильной Скорее она напоминает график с множеством спадов и подъемов В 2011 году Хованский создал свой ютуб-канал, на котором выкладывал переводы зарубежных стендап-комиков Позже обрел псевдоним «Тот парень с гитарой» Из-за того, что выкладывал видео, в которых исполнял юмористические песни Также Хованский вел подкасты на интернет-радио Мэдисон-ФМ А на своем канале выпускал ролики, где высказывал мнения на разные темы И делился историями и жизнью Все наши байки так и иначе начинаются с того, что мы напилишь Это как бы, как хорошая прискаска Ебать, как я люблю ВКонтакте ВКонтакте, это же просто охуенно Я так люблю, когда на меня со всех сторон сыпятся идиотские ФААААА Комиксы, треллфейсы, картинки а-ля поставь лайк, если любишь чесать яйца или прочий хлам. Позже Хованский начал выкладывать собственные юмористические ролики в рамках проекта Russian Stand Up. Но выступления Хованского были восприняты негативно. Многие посчитали юмор Хованского попросту не смешным. Это просто настолько глупо, это как трудовик, который учит вас технике безопасности, а у него нет пальцев на обеих руках. В своей карьере Хованский много внимания уделял именно юмору. Поэтому негативная реакция зрителей не могла не оказать на него влияния. Проект был закрыт, а Юрий, по своим словам, перестал прислушиваться к мнению зрителей. Вот ты думаешь о том, чем удивить их, своих подписчиков, что им рассказать, чем их заинтересовать? Слушай, ну, я вот до третьего сезона Russian Stand Up как бы запаривался с этим. Потом, когда мы вбухали в продакшн полляма практически, и люди начали писать, что это говно, и я деньги украл, и что я не смешной, и что пошел я нахуй. Я это достаточно тяжело пережил, но это дало мне возможность вообще не думать о своей аудитории. С одной стороны, это дало Хованскому больше свободы в поступках и высказываниях. С другой, это событие оставило в нем ощущение, что его старания не были оценены по достоинству. Юрий и сам признается, что пережил ситуацию болезненно. Чтобы защититься от нападок, Хованский применил психологическую защиту, которая называется избеганием. Иными словами, он отмахнулся от мнения аудитории, чтобы больше не переживать подобные негативные эмоции. Сейчас Хованского крайне трудно задеть каким-либо комментарием или высказыванием. Ситуация с стендапом и последующими событиями сделала его толстокожим. Такое поведение – навык самозащиты, который приобретается в процессе коммуникации. Многие люди боятся критики и осуждения в свой адрес. Некоторые, столкнувшись с критикой, опускают руки и предпочитают не делать то, за что их могли бы осудить, чтобы защитить себя от негативных эмоций. Но это не случай Хованского. Он, наоборот, стал более резким в своих высказываниях. Как можно переживать из-за мнения других людей? Потому что, ну, это же ты. Ты, как бы, центр своей вселенной. Ты есть основа мироздания, его начало и конец. Альфа и Амаха. Так сказать, как можно ставить... Не знаю, как ты спросил, как ставить свои чувства на первое место? Я у тебя спрошу, как можно не ставить свои чувства на первое место? Конечно, я другая крайность вопроса. Никто тебя не призывает ходить с грязной головой в мятой футболке и вообще плевать на мнение других людей. Это тоже плохо. Но, блядь, как ты можешь вообще переживать из-за того, что о тебе думают другие люди? Позже Хованский стал развивать другие проекты, что приносило ему еще больше популярности. Среди этих проектов... Итак, это Лекс Плей, и я быстро-быстро фантомку-фантомку взял! Russian Drink Time Коктейль, кстати, называется Energizer И Шаверма Патруль А мы отправились в город-герой, в Москву, столице нашей Родины, для того, чтобы попробовать столичные шумы Можно заметить отличительную манеру ведения блога Хованского, в основе которой Открытость, прямолинейность, резкость высказываний, ирония и сарказм В конечном счете, такая риторика не могла не привлечь внимания тех, о ком высказывался Хованский В его карьере началась череда конфликтов, самым громкий из которых стал конфликт с исполнителем Нойзом МС Все началось, когда Хованский выпустил ролик, в котором иронизируют над песней Нойза Новая песня Нойз МС Сам Хованский оценивает свой юмор как безобидный, не направленный на унижение или оскорбление Ты наезжал на Нойза Безобидно совершенно Ну, десил, да Несмотря на то, что многие оценили шутку, ее адресату она не понравилась Неоднократно мои друзья говорили мне, что он как бы за спиной просто позволяет себе нелицеприятные высказывания в мой адрес самого разного характера Как можно на это обижаться? Еще в школе нас учили, что на юродивых не обижаются Ирония Юры была воспринята слишком буквально Тут важно понимать, что у разных людей в подобной ситуации может быть разная реакция, обусловленная психологическими или социальными факторами Возможно, человек, менее вспыльчивый, чем Нойз МС, прошел бы мимо этой шутки и не придал бы ей особого значения Но Нойз МС крупный артист, для которого важно развиваться творчески Поэтому, когда о его музыке и о нем лично отзываются в нелицеприятном ключе, это может его задеть Так же, как Хованского когда-то задели комментарии о том, что его стендапы не смешны Стоит отметить, что далеко не во всех конфликтах Хованский был атакующей стороной Блогер Дмитрий Ларин в роликах «Ларин против» неоднократно делал негативные обзоры на Хованского Сегодня наша задача объяснить, почему же Юрий Хованский не стендап-комик и не комик вовсе, а скорее успешный медиа-менеджер Ну это ж не комедия, ребят, посмотрите фактом в глаза, это клоунада В итоге конфликт Ларина и Хованского вылился в «Версус Баттл», на котором Юрий одержал безоговорочную победу А там он в «Версус Баттл» победил Хованский! Пика популярности Хованский достиг, когда начал развиваться как рэп-исполнитель Но позже стало ясно, что и в этом поступке Юры заключалась ирония Хованский раньше занимался музыкой, но она не имела такой популярности, как рэп Несмотря на слова Юрия о том, что он не прислушивается к мнению аудитории Он все-таки разглядел популярный в то время тренд и использовал его для продвижения Но и этот поступок Хованского у многих вызвал негодование и в частности привел к конфликту с Оксимироном Оксимирон прямо заявил, что Хованскому не место в рэп-игре Реакция Хованского последовала незамедлительно Мирон, прости, я и впрямь, видно, что-то попутал Увлекся этими мечтами всего на минуту В этом извинении содержится посыл Мне не важно твое мнение Хованский снова использует иронию, чтобы отстоять свою позицию Для него это было стратегически правильным решением Оксимирон, по сути, один из главных представителей рэпов России Чье мнение тогда и сейчас считалось авторитетным Публично не согласившись с претензией Оксимирона Хованский повел себя дерзко и отстоял право заниматься тем, чем хочет В 2018 году получил огромный шквал осуждения за политическую рекламу А в 2021 наступил арест Сейчас, после прекращения дела, Хованский вернулся к своей привычной деятельности Продолжать снимать ролики, обзоры на игры и вести стримы На былый успех он уже не рассчитывает За свою карьеру Хованский приобрел узнаваемый почерк дерзкого и саркастичного блогера Который не боится осуждения Но этого не случилось бы, если бы не его эрудиция и прямолинейность Которые, можно сказать, сделали его образ народным Хованский – интересный собеседник Который может высказать свое мнение или дать совет Путь Хованского не был простым Его часто недооценивали Осуждали, принижали интеллектуальные способности И воспринимали его слова слишком буквально, а образ развязным Так в сети сформировался его яркий и вспоминающийся образ Давайте продолжим разбор и проанализируем поведение Хованского и Собчак на интервью Это поможет нам лучше понять, почему Хованский вызывает у нас, зрителей, столько противоречий Какие интересы преследуют на этом интервью Ксения Собчак? Ее журналистская цель – получить эксклюзивную информацию, которая сделает ролик популярным В одном из предыдущих видео на канале я уже разбирал методы, которые использует Собчак в своих интервью И главный инструмент, который она применяет всегда – это провокация С Собчак важно получить резонансную информацию, которая вызовет у гостя и у зрителей яркий эмоциональный отклик Это было хорошо видно, в частности, на интервью с Еленой Блиновской Понимаешь, получается, что масса смс-ки, а вот крутой специалист, может, подписчики посмотрят Что ты сказала? Собчак хочет получить уникальную информацию о нахождении Хованского в СИЗО О том, как он изменился после тюрьмы и о его образе жизни Очевидно, что Ксения тщательно готовилась к интервью, и перед ним у нее уже сложилось впечатление о Хованском Но Собчак удивлена тем, что ее ожидания не подтвердились Боже мой, а почему так чисто все? Я не понимаю, здрасьте А это чушь убралась? Мы, кстати, делали ставки с нашей съемочной группой, я проиграла Я была уверена, что Хованский, ну, как бы, образ панка, расп***дяешь, что наоборот, все будет показательно в бутылках, все завалено Ты вчера тут не была? На протяжении интервью ожидания Собчак не оправдываются несколько раз Ответы Хованского оказались для нее недостаточно провокационными и потому не удовлетворили ее журналистский интерес Собчак и Хованского можно условно поделить на два полюса Собчак высказывает более конвенциональные взгляды, в то время как взгляды Хованского можно назвать нонконформистскими Я тебе говорил, она не поверила, думала, это шутка, что я ненавижу свежий воздух Я просто не могу посадить, два месяца не выходить из квартиры Я до того, как меня посадили, полтора года не выходил из дома Видно, что Собчак удивляет, что многие взгляды Хованского не совпадают со среднестатистическими и общепринятыми Говоря фразу «Как это выглядит со стороны?», Собчак прячет за этим фразу «Как я думаю» Прикрываясь мнением большинства, Собчак пытается манипулировать и переубедить Хованского Я тебе скажу, как это выглядит со стороны Это выглядит со стороны так, что когда можно и когда есть ощущение вседозволенности, ты это делаешь А когда нельзя и ты понимаешь, что обстоятельства жесткие, как в тюрьме, ты этого не делаешь Абсолютно верно Но за многие годы жизни у Хованского сложилась стойкая система ценностей Поэтому переубедить его и склонить на свою сторону Собчак не удалось На протяжении всего интервью Собчак сталкивается с непопулярным мнением Хованского Которое противоречит ее взглядам О том, как Хованскому без колебаний удалось отстоять свою позицию, мы с вами поговорим еще чуть позже А сейчас посмотрим, как в Хованском проявляется контраст интеллекта и глупости, на который обратила внимание Собчак Хованскому удается сочетать себе вещи, которые многим, в том числе Собчак, кажутся несовместимыми Многих в Хованском раздражает употребление большого количества ненормативной лексики В комнате, где находится рабочее место Юры, вечный бардак Хованский не скрывает свое пристрастие к алкоголю Хоть алкоголь во многих ситуациях является социально одобряемым, например, на праздниках Алкоголизм – это болезнь, которая трудно подается лечению Люди, страдающие алкоголизмом, могут долго отрицать наличие проблемы Дмитрий Билан, к примеру, признался в том, что склонен к алкоголю только под прямым вопросом Собчак Да, я выпиваю, но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного Я, к сожалению, имею такую проблему, признаюсь тебе, но только я не могу остановиться, когда выпиваю Хованский несколько раз пытался бросить пить и рассказывал об этом в своих роликах Но в итоге каждый раз он возвращался к алкоголю Для кого-то алкоголь может быть такая хуйня, от которой можно избавиться Но для меня алкоголь – это как раз та хуйня, которой можно заменить любую другую хуйню У меня обратная совместимость от алкоголя Но за всеми недостатками Хованского трудно не заметить его интеллект Юрий постоянно в своей речи цитирует литературу и кино Что говорит о широком кругозоре и умении подобрать нужную цитату в подходящий контекст Да не то, что лень, просто не хочется Знаешь, вот как… Вам что, жалко трех рублей для этих германских детей? Да нет, не хочу просто Примечательно, что Хованского возмутило то, что съемочная группа снимала его личные вещи Но не сняла его книги по сценарному мастерству, которые говорят о том, что Юрий подробно изучал эту тему, когда писал сценарий к своим фильмам Кто-нибудь подснимал мои книжки по сценаристике, которые там стоят? Сам Хованские люди, которые знают его лично, не считают его глупым Я просто не понимаю, как вы не можете этого понять Умный человек может быть пьяницей, может быть плохим человеком, может быть балагуром, может быть весельчаком Выходит, что вызывающее поведение Хованского – часть его эпатажного образа, который он использует для общения с аудиторией Вообще люди ему активно кидают, им весело, то, что Юра напивается, позорится, ведет себя как-то неадекватно Подобное сочетание, казалось бы, несочетаемых вещей и вызывает у Собчак и у зрителей непонимание На самом деле Хованский не настолько противоречив Но почему тогда он кажется таким? Дело в эффекте первого впечатления Находясь под влиянием первого впечатления, мы склонны переоценивать или недооценивать качество человека Если собеседник выше нас по социальному статусу, кажется нам более привлекательным и относится к нам хорошо Мы не объективно оцениваем все его качества выше, чем они есть на самом деле Первое впечатление очень трудно изменить В случае с Хованским многим гораздо легче следовать своему первому негативному впечатлению раскритиковать его, чем изменить свою точку зрения Именно поэтому Хованский вызывает такой диссонанс у зрителей Нам трудно признать, что наше первое впечатление могло быть ошибочным Хованский утверждает, что не считает принципиальность чем-то важным Я всегда руководствовался принципом Мужик слово дал, мужик взял обратно Быть рациональным это и есть быть беспринципной сволочью Однако можно видеть, что устоявшаяся система взглядов и ценностей у Хованского есть Негодование у многих людей она вызывает, потому что не согласуется с общепринятыми понятиями В частности, Хованский придерживается принципа «деньги не пахнут» Ну а есть что-то, что ты никогда ни за какие деньги не будешь рекламировать В интервью видно, что Хованский в целом следит за своим потоком речи и отдает себе отчет о том, что говорит А свидетель у нас просто такой свидетельский институт, что это профессиональная профессия Короче, тавтология, прошу-прочи Ну в общем, это профессия быть свидетелем Хованский прямо говорит Собчак, что разделяет высказывания, за которые он готов нести ответственность И те, за которые он не отвечает Ты готов отвечать за эти слова? Нет А зачем ты тогда это сказал? А потому что хотел Этот принцип также противоречив и кажется непоследовательным Но сам Хованский знает, когда он серьезен, а когда нет Причина, по которой многие люди считают его пустословом, заключается в том, что они не могут распознать иронию и правду Сарказм и ирония — речевые приемы, которые подразумевают, что мнение говорящего выражено в скрытой форме Слишком частое применение этих приемов и приводит к тому, что Хованский остается не до конца понятым Как мне кажется, меня очень многие не точно неправильно поняли, а поняли так, как хотели понять Также у Хованского есть принципы, которые касаются отношений с женщинами Хованский — приверженец идеи патриархата А с чего вы, девчонки, решили, что человек, который за патриархат, он должен соответствовать вашему образу, представлению вашему, заведомо ложному? Для меня это и есть патриархат, вот я хочу бухать и играть в компьютерные игры И снова позиция Хованского у многих вызывает раздражение Многим комментаторам показалось, что у Хованского психологические проблемы Недовольство вызвало и то, что Хованский возлагает на себя больше прав, чем на свою партнершу Предъявляет к ней много требований и лишает свободы Так ли это на самом деле, однозначно сказать сложно Особенно учитывая слова бывшей девушки Хованского Марии Нелюбовой о расставании Юра для меня остается близким и очень родным человеком, я его очень сильно люблю Но это уже любовь, скажем так, немного другая Контент Хованского направлен первостепенно на тех, кто понимает его Этому принципу Хованский придерживается и в отношениях Он изначально заявляет о своих патриархальных взглядах и ищет ту, которая будет согласна Если в процессе позиции женщина изменилась, то он прекращает отношения В целом Маша очень изменилась, пока я сидел в тюрьме То есть она стала самостоятельной, она стала больше верить в себя Она стала чем-то вроде феминистки, наверное Вот, ну, в хорошем смысле этого слова Говоря об отношениях Хованского с женщинами, можно проследить следующую параллель После нескольких ошибок в своей карьере Хованский решил отсекать тех людей, которые не разделяют его мнение Именно поэтому он и говорит, что равнодушен к мнению аудитории Я тебе уже сказал, что после третьего сезона Russian Stand-Up я не пытаюсь угодить аудитории Но зачем Хованскому отделять от себя тех, кто с ним не согласен? Такой способ защиты Хованский использует, чтобы избежать негативных переживаний Если постоянно на протяжении долгого времени сталкиваться с критикой Это отрицательно скажется на эмоциональном состоянии и самооценке Хованский не хочет такого исхода для себя И поэтому открыто говорит, что ему плевать на мнение аудитории Хованскому легче называть себя плохим, чтобы люди, которые критикуют его Отпали сами собой и не заставляли снова и снова переживать негативные эмоции Но тут не все так просто С одной стороны, аудитория Хованского действительно сузилась И в ней остались те, кому близка его манера ведения блога С другой стороны, критиков меньше не стало А значит, поток негатива в адрес Хованского не прекратился В итоге, применив такой способ защиты Хованский хотел скрыться от отрицательных переживаний Но это удалось ему лишь частично Феномен Хованского состоит не в том, что у него нет принципов А в том, что далеко не всем людям они подходят Отстаивая свою позицию, Хованский находится в постоянном столкновении с теми Кто с ним не согласен, хоть и пытается отстраниться от них Многие слова Хованского указывают на то, что он прекрасно осознает свои сильные стороны Знает, как ими пользоваться, чтобы привлечь аудиторию И более того, в каком-то смысле даже убежден в своей исключительности Что для многих выглядит как высокомерие Ты понимаешь главную претензию всей этой тусовки к тебе? Я ее презирал Что ты высокомерен Снисходительно относился, да, что типа я легенда Десница короля Рунета Ильи Мэдисона Они все там хуй сосны В интервью можно четко проследить мысль Хованский считает себя лучше многих Хотя бы потому, что он интересная личность Я же человек, который всегда говорил открыто, честно свое мнение И за мое мнение меня очень многие не любят Кого ты найдешь более противоречивого, чем я? Даже тот факт, что для показательного дела избрали именно его Для Хованского подтверждает мысль о его уникальности как медийной персоны Его задержание тоже исключительный случай, в котором было задействовано огромное количество силовых структур Там СОБР был, был отдел К, были ФСБшники, был отдел Э, были опера, кинолог с собакой То есть ко мне, блядь, меня брали как Пабло Эскобара К тому же Хованскому кажется, что он мог бы получать гораздо больше славы и признания Твои зрители, они же правда много донатят тебе денег То есть ты прямо один из тех блогеров Ну ладно, слушай, кому много донатят в джакузи лежишь и скажи спасибо А теперь ты миллион одним донатом скинули как-то Мэдисону полмиллиона, а я там сижу за 50 тысяч рублей годику вторую прохожу на стрим Юрию снова кажется, что его старания не оценены по достоинству И он заслуживает большего Хованский сам сказал, что уже не рассчитывает на былый успех Но, видимо, в глубине души все еще желает большего зрительского признания Возможно ли в ситуации Хованского вернуть тот уровень популярности, который у него был? Скорее всего, нет Оборонительная позиция Хованского и привела его к тому, что повторить предыдущий успех практически невозможно Во времена, когда Хованский был на пике популярности, к нему пришло большое количество новых подписчиков Многие следили за Хованским потому, что его видео привлекали общественное внимание своей резкостью и эпатажностью Но позже уровень популярности Хованского спал Люди увидели не скандального артиста Хованского, а человека, который игнорирует мнение тех, кто с ним не согласен Людей, которые искренне поддерживали Хованского, стало гораздо меньше Поэтому запрыгнуть на еще одну мощную волну популярности не получится К тому же, сейчас Хованский уже не может быть таким открытым и свободным в своих высказываниях, как раньше Во многом на это повлияло лишение свободы В 2021 году против Хованского возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» Хованский вышел на свободу только после того, как провел в СИЗО 7 месяцев Насколько сильно тюрьма изменила его? Повлияла ли она на его взгляды? Интересно, что и Хованский, и его бывшая девушка Мария оба утверждают, что каждый из них изменился В целом, Маша очень изменилась, пока я сидел в тюрьме Он очень изменился после СИЗО, но я думаю, про меня он тоже самое Начал пить втрое больше, вбил себе в голову какие-то идеи о доминантном альфа-самце И активно мне навязывал эти идеи Тюрьма – это определенно травматический опыт, который не может не повлиять на человека Тюрьма дала Хованскому новое знание, которого до этого у него не было Но утверждать, что после тюрьмы Хованский не изменился, было бы неправильно Его ценность – это свобода быть тем, кто он есть И после тюрьмы он всеми силами старается эту ценность не утратить Странно, что от меня вообще все ожидали Что я выйду и буду играть роль какого-то там безупречного мужчины Что я такой, типа, тюрьма меня научила Нужно всегда верить женщину и слушаться ее во всем Да нет, ну, типа, тюрьма меня научила тому, что могут за беспредел какой-то посадить Просто по беспределу, точнее Вот чему учит тюрьма, про то, что в тюрьму лучше не попадать Она не учит вас быть куколдом Я в первом же ролике после тюрьмы говорил, что я надеюсь остаться тем же человеком Я тем же человеком и остался Но лишение свободы все-таки сказалось на эмоциональном состоянии Хованского Он был подавлен и напуган Это отражалось в его письмах Но я чутка приуныл Есть такое Писем с поддержкой получаю все меньше и меньше А прогнозы вырисовываются все печальнее и печальнее Основная мысль, которая касается тюрьмы у Хованского заключается в том, что после нее он забыл все старые обиды Я после тюрьмы уже никого не ненавижу На хейтеров, стукачей и недоброжелателей зла не держите Я их простил и вы простите Но так ли это на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно внимательнее присмотреться к фрагменту, где Хованский и Собчак говорят о проекте «Спасибо, Ева» Поменяться можно, поменяться можно, прошлое изменить нельзя Хованского по-прежнему возмущает ситуация, в которой блогеры утверждают, что не догадывались о том, что проект «Спасибо, Ева» спонсировался администрацией президента И больше всего Хованского до сих пор возмущает политика двойных стандартов, при которой от него требуют оправдываться за свою ложь люди, которые сами По его мнению лгут После тюрьмы принципы и старые обиды Хованского остались при нем, но его эмоциональное состояние было расшатано Хованский осознал, что его главная ценность, свобода слова, находится под угрозой Свобода слова, наверное, это хорошо Наверное? Наверное, потому что, ну, скажешь так, что свобода слова это хорошо, тебя сразу притянут, что а вот это, а вот это, а вот то, а если вот кто-то будет так говорить, а если, ну, настоящей свободы слова мы больше не увидим После освобождения Хованский довольно быстро вернулся к своей обычной деятельности и сохранил манеру ведения блока В первом же ролике после освобождения Хованский, как обычно, много шутит и иронизирует «Если хотите въебать в мусорное ведро несколько лет своей жизни, идите в университет!» На протяжении долгого времени юмор помогал Хованскому справляться со стрессом, и этот раз не стал исключением Известно, что юмор – это распространенный вид психологической защиты Хованский часто применяет юмор как стратегию совладания Он старается сохранять юмористическую точку зрения даже перед лицом неприятности, чтобы смягчить негативный эффект, который они на него оказывают То есть, если бы, условно говоря, сейчас какой-то ФСИН или Следственный комитет сейчас предложит тебе коллаборацию, чтобы ты рассказал, как ты классно провел этот документ Ты в санаторий сгонял, блядь! Хованский не отказался от исполнения в своей речи иронии и сарказма, несмотря на то, что отчасти они стали причиной того, что на него завели дело Ни в уголовном кодексе, ни в уголовно-процессиальном кодексе нет таких понятий, как сарказм, ирония, постирония, метамодерн и так далее То есть, у нас вот буквально, что ты сказал, вот ты это сказал Тюремный опыт заставил Хованского по-другому посмотреть на мир Теперь Хованский не может высказываться так же резко, как раньше Ему нужно гораздо тщательнее следить за словами и действиями, ведь свободы стало меньше Самое ключевое благо это именно вот иметь возможность делать то, что ты хочешь И оказывается, что вот если так приглядеться, то свобода-то становится все меньше и меньше Говоря о свободе в мире и России, Хованский в первую очередь переживает за то, что свобода стала меньше у него Хованскому вряд ли удастся повторить то, что он делал раньше Ведь теперь его сковывает несвобода и тот факт, что его слова могут истолковать неправильно И если раньше его это не пугало, то теперь это вызывает в нем страх На личном опыте Хованский убедился в том, что резкие ироничные высказывания могут привести к тяжелым и несправедливым последствиям И не важно, где он при этом будет находиться Несмотря на дерзкие высказывания и выходки Хованского, мы можем многому у него научиться Давайте вот посмотрим, как Юрий умело отстаивает свои личные границы и выражает уверенность в себе До протяжения интервью Собчак довольно часто перебивает Хованского, желая получить от него нужный для себя ответ Про него говорили? Про него, да Хорошо, ты его уничтожал Не, извини, пожалуйста, Ксюш, если ты считаешь, что за шутку, что за шутку типа новый трек Ну и в общем-то именно к монтажу доебалась, ладно бы к съемкам, ладно бы к постановке А я тебе могу сказать, потому что про съемки ты скажешь Но Хованский ни разу не дает себя перебить и договаривает мысль до конца Хованский не позволяет Собчак изменить смысл своих слов Так он отстаивает личные границы То же самое он делает, когда Собчак косвенно пытается вызвать в нем чувство стыда Слышала в каком-то стриме, что продать ты ее уже хочешь за 45 Конечно, а ты цены видела сейчас? Ты вообще прямо за 15 купил, за 45 продал Хованский постыдился Не хочешь? Не покупай Но на Хованского подобная провокация не действует Также на него не действует манипулятивный прием Собчаков, в котором она пытается вызвать к чувству ответственности Давай честно, неужели ты никогда не думал о причину следственной связи того, что ты в 18-м году рекламируешь выборы А дальше вот все это пришло к тому, к чему пришло Вот ты не чувствуешь свою личную ответственность за то, что ты тогда брал эти деньги? Честно, вообще, вообще нет В этом и заключается защита личных границ Хованский не берет ответственность за то, что ему пытаются навязать извне Хованский умеет открыто и честно признавать слабости и недостатки Но что более важно, он дает себе возможность публично проявлять страх и не скрывает его Это говорит о том, что ты трус Ну, я никогда себя храбрым чуваком не считал Я редкостный, скажем так, приспособленец Очень часто, чтобы не показаться слабыми, многие люди пытаются скрыть свой страх Но публично, обличая его, Хованский завоевывает больше доверия И к тому же демонстрирует уверенность в себе Ведь чтобы открыто признаться в трусости, нужно обладать смелостью сделать подобное публичное заявление Головное качество, которое говорит о том, что Хованский уверенный в себе человек Это то, что он умеет себя похвалить, причем делает это довольно часто Какие хиты ты называешь величайшими, мне интересно Все, что были записаны вот этим вот ртом Какие у тебя неебенные заслуги? Я гений Я, блядь, снял кучу пиздатых роликов Я охуенно смешной Я охуенно талантливый Не самый хороший актер, ладно Но режиссер может быть один из лучших, блядь, которых ты когда-либо встречала Кроме фон Триера, я помню, я смотрел твое интервью Я, в принципе, человек, который готов за друзей стоять до конца Я готов на все ради своей женщины Я помогаю родителям, никогда не забываю Не бросаю никого в беде Я пи***ц, рафляный чувак Хвалить себя – это действенный метод, который может помочь обрести уверенность в себе Важно подмечать в себе не только недостатки, но и достоинства И находить поводы гордиться собой Что и делает Хованский Хованский проявляется как уверенный в себе человек, который умеет отстаивать личные границы Он не подается на провокации со стороны Собчак И остается при своем мнении до конца Юрий Хованский – определенно громкая фигура российского ютуба Удивительным образом Хованском сочетается несочетаемый Он одновременно принципиальный и беспринципный Серьезный и ироничный Сбалмошный и интеллигентный Такое сочетание качеств вызывает у зрителей и отторжение, и любовь Жизненный путь Хованского был полон трудностей Хованский находил разные способы справляться с проблемами Он преодолевал препятствия и шел вперед А эти препятствия оставляли на нем свой отпечаток Тюрьма могла бы изменить его навсегда В худшую сторону Но, несмотря на внутреннюю сломленность Юрий и в этот раз нашел силы двигаться вперед Хованский не изменяет себе и своим принципам Даже если эти принципы многим кажутся непоследовательными Сейчас из-за сложившейся ситуации Юрий уехал в Сербию Страну своей мечты раньше, чем планировал Будем надеяться, что Перей станет для него способом обрести ту спокойную жизнь, которая сейчас нужна ему Юра, удачи тебе Просто хочется какой-то спокойной жизни Я свое уже пожил, посидел Типа... Хочется творить, работать Пить пиво Любить женщину И чтобы вот ничего такого не произошло А на сегодня у меня все Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках И быть на шаг впереди И не забывайте про ссылки в социальной сети Которые я всегда указываю в описании Поверьте, там все немного иначе Субтитры создавал DimaTorzok